Друзья, всем привет! Компания Xiaomi продолжает радовать нас интересными сборками на основе Android 15. И вот уже выходит очередная бета HyperOS, которая позволяет нам понять, в каком же направлении в принципе оболочка будет дальше идти, и чего стоит ожидать от той же HyperOS 2.0. Потому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Как вы понимаете, что новая прошивка HyperOS с Android 15 доступна на очень ограниченное количество смартфонов. Как вы уже поняли, что прошивка портирована с другого устройства, и это благодаря автору нашей прошивки. И в описании, как и обычно, оставлю ссылку на его канал, подпишитесь и поддержите человека за его труд. Что в принципе мы с вами можем понять и с новой сборки. Понятное дело, что она у нас не для повседневного использования, но в принципе мы с вами уже можем какое-то понимание о себе составить, в каком направлении HyperOS в принципе будет двигаться. Из самого такого заметного и нового, что я мог бы отметить, это конечно же разработчики прикрутили уже логотип Android 15. И уже как бы не сказать, что это какая-то там правленная прошивка и тому подобное. То есть уже как бы некоторая такая подготовка у нас происходит. И да, кстати, сегодняшнюю прошивку я показываю на примере китайской версии. Есть еще и глобальные версии Android 15 и HyperOS, но как также вы понимаете, что не для повседневного использования они. И разработчики указывают, что у них есть определенные баги, поэтому также это учитывайте. В целом по всему остальному, что я мог бы заметить, это у нас конечно же улучшения и оптимизации. То есть открытие приложений, запуск, еще чего-нибудь такого сверху. Смартфон справляется на ура, ну и в принципе сама оболочка. По настройкам ничего сверх такого нового у нас тут не добавилось. И я вам объясню почему. Потому что разработчики опять же больше сконцентрированы на оптимизации и улучшении самой в принципе системы. Ну а все дальнейшие фишки как бы то будут добавлены, ну как вы понимаете далее. Если сравнивать допустим Android 14 и Android 15 вместе с HyperOS, то хочу отметить, что конечно же именно с Android 15 вся эта история будет куда повеселее. Мне очень нравится то, как отрабатывает в целом система. Это очень приятно, это нет какого-то дискомфорта, что у вас там что-то подвиснет. Да, есть маленькие фризики, но давайте будем говорить честно, что прошивка сейчас у нас далеко еще не стабильная. И когда уже выйдет именно стабильная версия, там разработчики все эти косяки поубирают. Кого интересует новая тут шторка или нет, шторка тут старая. Много сейчас ходит слухов насчет того, что добавят новую шторку, не добавят. Ну и как бы то последние слухи указывают на то, что разработчики хотят сделать то, что есть в iOS 18. Но опять же так это или нет, мы с вами узнаем уже только с моментом выхода этой самой HyperOS 2.0. Еще многих интересует вопрос, что у нас там по поводу недавних. Потому что много информации ходит в сети, что разработчики хотят добавить в HyperOS 2.0 обновленный вид стиля недавних. То есть такой, как он выглядит в iOS. Но опять же на сегодняшний день ничего такого в этой прошивке не добавилось. То есть у нас все остается по-старому. Плюс вы еще можете заметить, что как бы то у меня прошивка китайская, но при этом есть небольшая локализация. Да, благодаря SetEdit это все можно дело провернуть. И то есть какие-то разделы у нас с вами переведутся. И в целом-то больше ничего сверх такого я не мог бы и отметить. Ах да, еще тут у нас есть такой раздел, как многопользовательский режим. То есть есть вы создатель или администратор, можете еще гостя создать. Но это больше фича из чистого ведра. Как бы то в MIUI это уже давненько недоступно. Мне непонятно, почему в принципе этот раздел здесь делать. Возможно опять же это наработка на будущую прошивку и на будущие обновления. Но что-то мне сдается, что когда уже будет именно стабильная или же финальная версия HyperOS с Android 15. Этого раздела, который у нас как многопользовательский режим, его в принципе вырежут. Подведя некий такой итог, что я вам могу сказать. Да, конечно прошивка еще сыровата. Но как вы понимаете, что разработчики тестируют ее очень активно. Тем более сегодня 15 июля. До выхода стабильной версии HyperOS 1.5, 2.0 с Android 15. Есть еще конечно же какое-то время. Возможно еще и HyperOS вот первой такой итерации выйдет с Android 15. Но пока что об этом информации нет. Хоть при этом тестирование идет очень и очень активно. Разницу я лично заметил именно в плане того, как отрабатывают анимации, как отрабатывают приложухи и тому подобное. То есть мне лично это понравилось. Но если же разработчики как бы доведут это все до ума и сделают так, как это должно быть, я считаю, что нас ожидает очень годный продукт на наши смартфоны Xiaomi. Потому, друзья, не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик и подписаться на телеграм-канал, чтобы не пропускать информацию о Xiaomi, а также HyperOS. Потому что информации, я так понимаю, будет в скором времени очень много. Чем ближе презентация, тем, конечно же, больше всевозможной информации будет у нас всплывать. Ну а если я о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.